Доброго всем дня, друзья! Меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новенький ролик по игре Last Day on Earth, либо же последний день на земле. Как вы знаете, в игре совсем недавно произошло небольшое обновление, про которое бы я вам хотел сегодня немножечко рассказать. Начнем, пожалуй, с того, что в игру добавили португальский, испанский, а самое главное русские языки, что на самом деле очень классно, и теперь все удобно, все понятно, и я этому очень рад, и за это разработчикам отдельный респект. Также главным героем этого обновления стал новый предмет под названием душ, в описании которого написано то, что он поддерживает вас в чистоте, сильный запах могут учуять враги. Открывается он на шестом уровне, и для того, чтобы его изучить, нам нужно потратить один поинт. Крафтится он из десяти сосновых бревен, из одного куска ткани, из трех железных руд. Давайте мы его сейчас изучим и прямо вместе с вами его создадим. Поставим и посмотрим, что с ним вообще можно делать, для чего он нужен. Так, вот здесь он у меня находится, и давайте нажмем построить. Так, на меня тут бегут волки, давайте мы их всех порешаем. Отлично, все, его убили, и вот так вот выглядит наш душ. Здесь такая иконочка сверху, есть все очень интересненько, такой баг сверху, и давайте посмотрим, как его вообще можно использовать. Для того, чтобы принять душ, нам нужно потратить две наполненные бутылки с водой. Давайте мы сейчас это сделаем, и вот так вот выглядит анимация принятия душа. На самом деле, еще добавили новенький параметр, как чистота, но его вы нигде посмотреть, увы, не сможете. Его нет ни здесь, где у нас голод, жажда там и тому подобное. Его нигде нет, и он вообще непонятно, как поддерживается и где как бы смотреть его. Как вообще он работает на самом деле? Теперь у игрока, получается, в разных локациях будут появляться реплики различные над головой, где он будет говорить, чуй запах, похоже, это, ну, выживший. Чуй запах, это, наверное, зомби. Ну, вот что-нибудь такое будет появляться, и, скорее всего, именно так и работает чистота. Но это, наверное, будет больше в онлайне работать, чем сейчас, потому что сейчас это особо не нужно. И, блин, больше это будет действовать только в те моменты, когда вы слишком долго не будете мыться, будете, ну, пытаться по стелсу подойти к зомби, и они вас будут чуять, и как бы вы уже по стелсу их убить не сможете, из-за того, что у вас очень сильный запах. На самом деле, я очень много дискуссий по поводу этого обновления, по поводу этого душа читал, и ребята говорят то, что, ну, зачем-то добавлять, типа, в зомби-апокалипсисе всем будет пофиг на то, что, блин, как от тебя пахнет. Все будут пахнуть зомби, все будут пахнуть кровью и тому подобное. То есть, ну, это не очень реалистично, и немногим это, ну, дополнение понравилось. Но на самом деле это забавно достаточно, ну, пусть будет. Ну, неплохо, без разницы. Самое главное, чтобы было обновление. Так, ребята, что у нас дальше? В основном, больше никаких крутых таких добавлений не было, но сейчас я вам расскажу, что еще такое интересненькое добавили. В общем-то, смотрите, как вы знаете, в игре есть трейдеры, с которыми можно обмениваться, и сейчас у них ввели небольшое ограничение, из-за которого вы не сможете уже, так же, как я, смухлевать там в одном из роликов, и сделать вот такой вот обмен. То есть, если вы пойдете к нему с наполненным инвентарем досок, например, вы уже не сможете обменяться на какие-нибудь различные вещички, вы сможете обменяться только ограниченное количество раз. Там максимум один-два раза, и больше вы уже ничего не сможете обменять. И если ребята, у которых iOS-устройства, вы пока что, у вас не вышло обновление, но, кстати, выйдет через 2-3 дня на iOS-устройствах, вы можете пока что эту фичу юзать, и потом у вас будет такое небольшое преимущество над Android-игроками, что, на самом деле, очень классно. Вот, и также, ребята, я хотел сказать то, что у многих ребят, особенно у тех, кто из Казахстана, изменились почему-то, ну, донат, потому что он изменился и стал стоить, ну, почему-то в 5 раз дороже. Не знаю, почему в их валюте Tenge он стал реально дороже стоить. Не знаю, почему, с чем это связано, это тоже непонятно, но если вы из Казахстана, это очень странно, ребята. Просто я видел вот одного парня, он писал, жаловался, то, что донат аж в 5 раз у него возрос. Это очень странно, у меня ничего не изменилось, все так же осталось, так что, если вы из Казахстана, то у вас может быть такой баг, его, скорее всего, скоро исправят. Также я заметил то, что появился какой-то новый набор строителей, который стоит очень дорого, хотя мы платим вообще за такие бредовые вещи, которые можно и так очень спокойно получить. В общем-то, еще пофиксили различные баги, получается, с текстурками, различные баги там с загрузкой. Если вы помните то, что у меня иногда в сериях тоже были загрузки, с которых мне пришлось иногда там перезаходить в игру, чтобы это все прошло. Но на самом деле это сейчас не очень-то и сильно пофиксили, хотя утверждают разработчики то, что это стало, ну, все пофиксено, но на самом деле нет. До сих пор все это происходит, и это на самом деле очень тупо. Также, ребята, многие писали по поводу бага, то, что после обновления он перестал работать. Давайте сейчас мы вместе с вами сбегаем еще раз в тот дом и проверим, пофиксили его или нет. Еще, ребята, хотел сказать то, что, как я понял, у многих, ребят, не работает этот баг, а у многих работает. Ну, в большинстве случаев он, конечно, работает, но те ребята, у которых он не работает, уже писали в комментарии, я тоже это заметил. На самом деле не знаю, с чем это связано. Это ни коим образом не монтаж. Это на самом деле самые бредовые комментарии, которые я видел под прошлым роликом с багом. Это очень странно. Этот ролик, ребят, прямо сейчас идет, я могу прямо вот вместе с вами подвигаться, могу вперед-назад и тому подобное. То есть ролик как бы в лайф-режиме идет, и давайте посмотрим. Если все у нас работает, то значит баг еще не пофиксили, вы можете спокойненько фармить вещи. Проверял я и на iOS-устройстве, и на Android-устройстве я проверял, и везде этот баг у меня работал. С чем это связано то, что у вас не работает, я на самом деле не знаю. И, блин, ну и то же, что на это влияет, я тоже, честно говоря, не знаю. Может быть у вас какой-нибудь телефон другой, или что-нибудь еще. Ну вот что-то влияет, походу, на это, и из-за этого у многих ребят он может не работать. Вот, с другими базами это не работает, ребят, тоже многие спрашивали. Ну, не работает только вот с этой базой, не знаю почему. Почему только с этой, но все-таки на других базах вы это все испробовать не сможете, и там уже заултаться повторно вы не сможете. Так, смотрите-ка, костер пустой. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Так, здесь тоже пусто. Интересно. Здесь тоже пусто. Дальше смотрим. Так, и грядка тоже пустая. Нифига себе, походу, реально баг все-таки пофиксили. Вот это, на самом деле, офигенно, какая слаженная работа. Я не успел просто про баг видео выложить, и его сразу фиксят. Это вообще, блин, очень быстро, очень классно, и, на самом деле, респект за это разработчикам. В общем-то, ребята, так что баг можете больше не использовать. Может быть, у кого-то он все-таки работает. Вроде бы я как на телефоне пробовал, он работал, но вот почему-то я с компьютера сейчас записываю, он уже не работает. То есть, вы сами понимаете, то, что это все зависит как-то от устройства, или что-то в этом роде. Я что-то не могу в этом разобраться, и, может быть, все-таки что-то на это влияет. В общем-то, на этом разбор этого обновления подходит к концу. Больше мне уже нечего рассказать. Это, по-моему, все, что добавили, все, что знал, я вам рассказал. Надеюсь, то, что ролик для вас был полезен, он вам понравился. Если это так, то, пожалуйста, напишите комментарий, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Всем огромное спасибо, удачи, и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok